Все на месте. Спасибо за возможность, конечно же, получить слово. Другая пара комментаторов ожидает вас на карте номер 2. Довольно эпичная была заруба. Мы, конечно, имели возможность оценить это сражение между легендарными командами Альянс и Нави. Запомнилось ли тебе хоть что-нибудь помимо этой медузы, глыбы и на самом деле какого-то очень странного, скажем так, плейстайла с дзекидоном? В какой-то момент мое лицо было полностью в фейспалме, поэтому я пропустил некоторые моменты игры. Но в любом случае супер, конечно, радостно, что вообще такие матчи происходят. И что такие матчи вообще есть возможность покомментировать. Бульдог. У Бульдога есть в таких матчах возможность пофидить, кстати, возможно. И есть фраг от Артстайла. Неплохо. Сам Артстайл, наверное, здесь, кстати, замансовал раз, замансовал два. Гига Бластер. Гига Бластер. А Гига Бластер может тоже, кстати, в таверну отправиться сейчас. Купей идет и просто уничтожает. Даблкил для Артстайла. Да, гиги за шаги. Акция не сработала. Так, щиты за нами поднимаем. Действительно, начинаем топить. Нам нужна 1-1. Нам нужна третья карта. Это Ваня вернулся, кстати. Информация подъезжает. Да, если кто не помнит, вчера проблемы были у Артстайла. Он там вылетел во второй карте. В любом случае, проблема технического характера не позволила нам досмотреть вторую карту полноценно. То, что было после, всех должно было смутить. Ладно, тут другая серия, другая команда и все начинается с нуля. Что касается героев, то у Нави тотальный фан Баунти Хантер, который кэрри, я так понимаю. Или нет? Стоп. Где он вообще? Ну вот хвост на Баунти Хантере. Все, вопрос снимается. Где Баунти Хантер? На экране. Все нормально. Но при этом все. Круто, что есть Оперейшн против Сварка. Должно ему трудновато играться. И один Сварк. Ну вот упор, видимо, на него сделан. Тут, в принципе, если все будет не так плохо, как сейчас это происходит у того же Фуриона, он тоже в какие-то слоты сможет выйти. Огр. Любопытно. Дэнди Фейс. Но на самом деле здесь пока нормально. Здесь пока Дэнди один на один стоит. Мы видели, как к нему триплами приходили просто по кулдауну. Здесь, наверное, должно быть более-менее неплохо. Гигабластер рискует сейчас закончиться. До конца пойдут или нет. Тычечка залетает и чуть-чуть ХП все-таки остается пока. Артстайл вообще не щадит. Идет дальше, видит оппонента, не видит препятствий. И последняя тычка может сейчас залетать. Есть она и Килинг Спри на второй минуте для Артстайла. Хорош. Душно. Душно линию захватывают. Начинают сжимать подушку. Давай немножечко поглядим, что на боте. Это лост на Андерлорде. Щитком бомжа. Есть куча регена. Вот попробуй его с этой линии сгони. Но слабая сторона, наверное, как раз выдается, потому что много магии. Много магии. Ей спамят постоянно. Артстайл наказывает Адмирал Бульдог. Снимает с него стрик. Делает три фрага. И делает отсюда ТП аут. Слушай, нормально. Не так много денег, кстати, все равно дали. Двести тридцать. Ну, ощутимое. Ощутимое преимущество получается. Да, неплохие деньги. Причем на такой ранней стадии. ККВ. Да. Сегодня, кстати, очень неплохие у нас квесты, на самом деле. Сегодня очень-очень любопытные. Можно в десятером подраться против Супер Рошана. Вываливай, давай. Получить мунбаксы. Я так, буквально пару интересных. В десятером подраться против Рошана, получить Супер Рошана, получить мунбаксы. Можно выбрать до игры двум командам, договориться, что они выбирают пики пятой карты TI-3. И тогда все эти пики бесплатные. То есть команда одна выбирает там Ридиант, вторая Дайер, и вот они играют. Я надеюсь, что если здесь будет третья карта, то команды, собственно, попробуют оплатить это. При этом у Свои возникает вопрос, а будет ли обновлена сумма денег у команд после того, как закончится эта групповая стадия. Пока что нападают на Бульдога через Сноубол. Ответный Инксвелл срабатывает, и Нейчер Спрофт улетает на телепортейшене. На самом деле, если в какой-то момент хвост возьмет себе Сюрикен Тос, то таких больше не будет Акказий, потому что на линии всего два стана, по большому счету, получается. Это Сноубол и Сюрикен. И если с одним начинать инициировать, то вторым можно как раз сбивать телепорт, и этого должно хватать, чтобы добивать Фуриона, который уже там второй или третий раз просто с линии дезертирует. Да, понимаю. Пока мне вот очень лестно смотреть за именно Сварком, потому что для него линия получается приятной. Тут тебе милишник, тут ты можешь постоянно воровать статы у героя. И, возможно, даже попробовать совершить убийство. Стрела должна быть... А нет, копье имеется. Откидывается им Дэнди и мог бы даже, наверное, последуя за Сларком попинать его немножечко, но... Страшно немного пинать. У Дэнди, в принципе, есть Солринг, так что вот такие агрессии. Теперь он готов буквально там каждые 15 секунд пытаться и выйдеть. Мана всегда будет хватать для того, чтобы откинуть Сларка копьем куда подальше. Так что, в целом, не самый плотный, казалось бы, этот Сларк, но и Марс, в принципе, пока не наносит того урона, который мог бы его прибить. Как тебе то, что Адмирал Бульдог вообще засел просто в лесу и фармит? Это вот непривычно немножечко. Как ты против Триплы будешь стоять Фурионом? Это невозможно. Опять же, если на линии появляется Гримстрок, то он просто умирает. Инстант. То есть, к нему вкатываются, и он ничего не может сделать. То есть, если Адмирал Бульдог хотя бы может улететь попытаться, то возможность улететь у Гримстрок имеется только в таверну. Поэтому приходится вот такими не самыми очевидными вещами заниматься. Слушай, очень плотное противостояние на центре. Ты посмотри, 32 на 5, 31 на 0. Тут прям очень-очень ровненько. И Дэнди любопытно, в какие артефакты будет выходить на самом деле. Ну, для начала фейзу Солринг, то есть, чтобы не было проблем с маной, хотя Солринг должен был появиться. Но он там уже есть, да? А, да, в таком случае. И в целом поскорее 6 арену да пойти куда-нибудь помочь. Пока Ласта хотят забрать Аки вместе с Лодой. Там, убивают Андерлорда. Такая линия достаточно неприятная на самом деле. Если закидывать чакру постоянно по Огру, то тот станами часто сможет пуляться. И не очень приятно находиться на такой линии. Да вообще, в целом, я немножко, наверное, удивлен тем, что в профессиональной мете котла меньше рейтед, потому что, на мой взгляд, персонаж очень сильный и на стадии лейнинга. Он хорош и в мидгейме за счет Виллу Виспа. Великолепно. Да, и все что угодно можно делать. Купея тут заблокировали всеми возможными способами. Кто-то на развороте идет сражаться, но в таверне оказывается. А Хвост попытается скорее всего здесь добить инмирал Бульдога. Очень хочет это сделать. Вопросик в чат. Но Бульдог Бульдог собаку съел. Ну вот, кстати, крутая механика, да, когда ты ставишь спруты, в итоге выталкиваешь себя из этого укромного места. Мало того, что спасаешь самого себя, так еще имеешь шанс сделать ответное убийство. Это работает. Возвращается, пупей, нажимает активность, использует сноубол, убивает. Грим, строука. Ладно, пока если отойти от сражений на линиях, то что у нас есть? У нас есть Баунти Хантер. Баунти Хантер может скаутить по карте, давать таргеты, зазывать Дэнди на Марсе и дожидаться Айс Бластер. По-моему, схема рабочая. Что касается Драфт Альянс, у них реально есть очень страшный лейтеллый персонаж. Это Сварк. Я даже готов поставить одно из своих, наверное, яичек на кон, потому что Сварк способен реально выиграть игру в одиночку. Просто минут 30 дай ему, да, сделай фрагов 10-15, набей стаков и, в общем-то, я уверен, что он не воздастся. Правда, не знаю, зачем мне третья, но неважно. Чтобы поставить потом на кон его. Ну, если будет третья карта. Но, опять же, из-за того, что я верю в Сварка, я не верю в третью карту. Получается, вот такая какая-то гипотенуза. А ты сегодня прям в ударе, я смотрю. Ну, я решил потянуться, я очень слишком, скажем, часто вспоминал про свои скудные математические навыки. Вот, кстати, по-моему, маячка была пущена в чат. Сейчас кем-то из игроков. Тем временем, арена на центре, попытка забрать ДНД. Попытались, но котел пострадал. Неуважение к дедам. Хотя тут еще с какой стороны посмотреть, возможно, это... Ладно. 6-6. Пока 8 минут нет привычных каких-то огромных отрывов по золоту. Хвосту бы, конечно, поскорее 6-ой, чтобы по трекам что-то начинать мути, деньги зарабатывать. Вот реально, тут есть кого убивать под этими треками. И Гримстроук, и Коттл, в принципе, такие достаточно жиденькие в плане ХП персонажи. И можно их убивать вообще без особых проблем. Пока немножечко в таверне посидит у нас Андерлорд. Пупей с дабл-дамажем, кстати, можно попробовать влететь на кого-нибудь, пока Пупей выбирает цель, судя по всему. На самом деле, тут вот Гигабластер реально мог бы отъехать, если Пупей просто в него вкатился в тупую, но решают, что далековато находится, вышка неподалеку, и лишний раз лучше не агрессировать. И на этот счет у меня есть одна история. Но рассказывать я ее не буду. В любом случае, Лост что-то фидит много. Так, поглядим на драку, поглядим на отличный сноубол по двум персонажам, есть, конечно, оборонный ультимейт, Инксел тоже срабатывает, три героя оказываются поди-зэбом, неужели сможет под вышки сделать фраг? Гримстрок, да, убивает Пупея, Бульдог-то выживает, правда, вот подморозили на ручка. Гримстрока дабл-кил делает! Хвоста вроде не добьется, да, хвоста не добьют, но туда прилетает Адмирал Бульдог обратно, возможно, увидим мы все-таки какое-то сражение, хвост в дереве. Дэнди сюда приходит, на самом деле, если у Дэнди есть арена, а она есть, то должны убивать Адмирал Бульдога, да, здесь, конечно, запастовать телепорт практически невозможно и, в принципе, наконец-то его осилили. После стольких неудач Бульдог погиб. Я думаю, что в Альянсе вот зря так сильно берутся за Ласта. По-моему, у него на всех персонажах один и тот же билд по артефактам, просто играя на команду. Что бы ты ему ни делал, он все равно свое получит. Че, сварк, фейзы, два врызбунда, барабаны готовы, стал чуть плотнее, по статове, и можно тоже ожидать его каких-то смещений на лайны, потому что фармить вообще неинтересно. Фармить лучше как раз с ларком героя фармить себе стаки, те самые пернаментные. Пока у нас забаунтировано сражение может происходить. Хорошая строка, нет, не хорошая строка, фейт, только по одному герою. Дальше под сейф с Ноуболом подлетает Адмирал Бульдог, вызывает своих пеньков, двух героев окружили, двух героев должны. Но тут аж пятером оказались ребята из Альянс. Дают немножко пространство Марсу на верхней линии. Кстати, Курьера, если подрежет здесь хвост, будет вообще очень круто. Курьер, хвост, хвост, курьер. Нет, законтролили все это дело. Просветили, просветили. Правда, из-за трека есть бонусный МС. Нужно ждать кулдаун, а пока срабатывает Микс Велл Паунс, потребуется или нет. Справились и так, даблки. Кулдаун теперь нужно будет ждать в Таверне некоторое время. Вот, вот, это перетяжка Сларк, участие в двух убийствах, денег зарабатывает, стаки, 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 все это. Но при этом у Марса все очень неплохо. Ты посмотри, у него уже практически 5000 по надворсу, и что мы будем здесь видеть? С одной стороны, наверное, хочется Вангвард. Какой-нибудь Дензелятор, наверное, будет собираться, то есть для того, чтобы хорошо щитом пробивать героев, как себе такой вариант. тут можно выйти в более плотный билд, хотя, наверное, когда у тебя есть Андерлорд, можно забить на плотность. Забили пока на Арстайла, прибили также еще и Ласта, Денди сюда приходит, ставится Виллу Висп, Денди мог пробить сейчас за команду, Денди умирает. Обидно. На самом деле, немножечко. Совсем чуть-чуть. Хост пока что вешает треки, будет смотреть, как падает Тавр. Топ-1 на Творс. Огр. Ну, а там Медасик. Там уже есть Медасик, сработал как раз, видимо, мультикаст и вырвался Огр на первую позицию. А тут рискует еще и вышку забрать, на самом деле, Альянс. А никаких рисков пока нету. Нужно, чтобы Денди вышел из Таверны, сразу делал сюда ТП. А у него, он же сюда телепорт давил на эту вышку только что, у него не должно быть сейчас телепорта. В таком случае, это и Альянс. Видели? Это я такой невнимательный, там у них все-таки бок о бок столько игроков воюют. Этой информацией должны поделиться. Даже Ласта мы видим на центре. Пока что фаерштормом пытается сдержать нападение. Подцепили на паунт с хвоста. В ответ пролетает Айс Бласт. Его аккуратненько все доджат. Есть связка от Гримстрока. Расставила связали с Ластом. Питов мыли за в ответ. Ставится Денди Арена. Пошло копье. Поймали Гримстрока. И все это под фаерштормом от Андерлорда. Два убийства, два убийства для Денди. Можно гнать Адмирала Бульдога. Кстати, вот видим Сварка рядом. Дожидается момента. Выходит спин. Начинает использовать Дарпакт. Опять же стаки. Стаки стаки за счет ударов. Может убить Ласта. Получается. Прожимается ультимейт. Ну вот с Денди и... Но один. Один против четверых здесь остался. Если каким-то образом Чейси попытаться зачейсить... Даже если сейчас 15 минут будет примерно так длиться. Скорей. Проходить игра, в которой 4 тиммейта умирают, но Сларк подрезает 1-2 в ответ, то... Все, по-моему, тип-топ. То есть по деньгам никаких изменений существенных не произошло. Ну, ты знаешь, в какой-то момент, просто сядет на копье и... Да, это замечательно. Если Сларк просто в какой-то момент сядет на копье и будет долбиться в стену лбом арены, то все равно ему не хватит здоровья. Его прибьют. Если он не прожмет ничего. Пусть отправляет бульдога на разведку. Пусть кого угодно. Отправляет Огра. Вон он очень жирный. Сам просто, как сделал только что, где-нибудь встанет, посмотрит, увидит самых битых, пойдет их добьет. Тоже устроит. Что за пинки такие? Торошана кто-то хочет забрать. Может быть... Кстати, не успел я посмотреть, какое количество мунбаксов вообще есть у коллективов, что у них там по возможностям драфтить на третью карту, если она есть. Опять же, если все пойдет к тому, что третья карта будет, то, возможно, все-таки примутся за квесты, поскольку, ну, хочется выбирать персонажей не из суперграничного пулу, там, за 15 монеток, а из фулл возможностей. Так вот, тот самый квест по поводу драфта с эталонными героями, с эталонной встречей. Он же еще актуален, то есть можно, если что, в него вцепиться. Правда, я так понимаю, что нужно подтверждение от команды. Есть подсказочка о том, что наив всего 177 инбаксов, это не то чтобы много, не особо разгуляешься. Это где-то полтине. Как-то так. Не, на самом деле, есть супермусорные герои, которые там стоят копейки абсолютно, и можно собрать себе драфт вполне. Оу, 960 после драфта, при этом у Альянс. Тут, кстати, драка. Можно арену неплохую выдать по-троимому, по-двоим в итоге удается это сделать. Пролетает здесь также ульта Портора, ну и Лода, кстати, неплохо тут Купе гнобил, но Купей пока живет, закинул себя в шарик, приходит в Лоду, там мультикасс срабатывает, минус 1, но все-таки на 2 все это дело разменяли. Тут еще Адмирал Бульдог, кстати, смотри, как проседает. Есть Сирикентос у Баунти Хантера, но далековато идет, Сларк уже не за горами, и Сларк может сейчас хвоста попробовать прибить. Тосик есть или нет, не хватает чуть-чуть урона, последняя тычка, все-таки 500 голды для хвоста. Топорик, топорик, топорик должен был быть, видимо, поэтому смог с пруты разрушить и получил возможность бить. Хорошо, что трек заранее был повешен. Так, Дизелятору Дэнди уже готов. Даггер тоже, кстати, можно ожидать уже после, то есть, чтобы ловить героев, инициировать, стартовать драки. Вполне. Слушай, для хвоста такой размен, наверное, в плюс, там еще же под треком. Да, хвост говорит, что мне твой форион снится в ночных кошмарах, я до сих пор его помню, не могу тебе его простить, и простить, ты цель номер один, охота открывается именно на тебя. Артстайл тем временем зашел в лесок, вард поставил, или не поставил? Это вард поставили противники, кстати, если получится сейчас чейси, нет, не получится. Я имею в виду, что вроде как на клиффе неподалеку вард стоит, да, действительно. В своем лесу начинают уже как-то думать о том, чтобы играть от обороны, и видят, что враг бегает как-то слишком свободно. Дэнди с ареной, Дэнди с ареной ставит эту арену неплохо, а чейси как раз можно попробовать его сейчас пришибить, подкинули, выкинули, но и арена заканчивается, заканчивается вместе с ней и с Ларк, но Дэнди, правда, очень больно, ему отсюда уйти будет невероятно тяжело, не получается у него уйти, разве что в таверну Лода тоже смеется людям в лицо, но все же погибает. Так, но должны Альянс уяснить, что нужно арену выбить. То есть, арену выбить, и только после этого что-то начинать выдумывать. Сейчас показали, как очень просто убить Сларк. Это, ну, единственный такой пока вариант рабочий. Ну, да, ты просто, если у Сларка нет ультимейта и дракпакта, то ты его пригваждаешь к арене, и все, на этом Сларк кончается. Но в этой драке не было котла с Виловиспом, опять же, все могло развернуться совершенно по-другому. А крипы, крипы появляются. Что, у нас опять будет куча стаков? Ну, видимо, да. Да, да, крипасы пошли пипегировать здесь все, что только видят, за хвостом выдвигается. На самом деле, крипы, которые, ну, союзные крипы Радиент, вот так вот делая, они немножко руинят. В первую очередь, потому что они вместо этого могут делать стаки. Мы вчера видели, как просто команда Дайер, Станерс, по-моему, там были, они разваливали за счет того, что там просто каждую минуту делалось 4-5 стаков этими крипами и фармилось с невероятной скоростью. Вот так. Хорошо. Дэнди. Дэнди пока действительно выбирает даггер, причем можно попробовать выйти в такого керри Марса. Я, насколько помню, Аганим позволяет каждые 2 секунды использовать щит во время активной арены. То есть, им просто можно нон-стоп пользоваться и откидывать от себя сварка любого героя, который оказывается под действием. Мало того, что откидывать, так еще и дамажить больно. Да. Удар довольно заметен. И силен. Получается, как... Смоук падает. Да. Авием видят ЧС Игрим. Строкус сразу же кидает ультимейт, тратят сайленс, отступают альянс. Драка под алтарем вообще не входит в их план. Продолжает пинговать неистово на Рошана. Непонятно, что там хотят. Очень похожая механика на Нинкер Смэш от Тайтхантера. На самом деле. То есть, тоже скейлится от физурона, тоже может критовать. И в принципе, ну реально прям вот... Разве что Нинкер Смэш работает в диаметре вокруг этого... В радиусе, точнее, извините, вокруг персонажа. А здесь всего лишь в одном направлении. Да, но у него особенность в том, что он режет урон. И вот он милишников прям очень сильно не любит. Так, заход в спину, выезд за Т1 вышку, пойман грим строк, можно сразу браться за Т1, глиф тратится, вышка снесена будет у хвоста дабл дэмэдж. Не вижу, конечно, здесь обилие всех игроков нави, чтобы позволить себе что-то еще сделать, воспользоваться этим окном в 20 секунд. Возможно, унюхали след адмирала бульдога. Да, замечают. Нейчерс профита, заход сюда, Дэнди уже здесь, прыжок, есть копье, ставится арена, нужна помощь, очень быстро умирает котел, не успев нажать ни одной кнопки. И это дабл килл для Дэнди. Неплохо, кстати. Так можно быстренько выйти еще в какой-то артефр. Вот стандартный такой джентльменский набор на Марса это как раз Даггер и Дезолятор. Что делать дальше? Что делать дальше Альянс, который ввязывается в драку втроем, это очень плохая идея. Да, подходит Чесси, получается триул, пытается под ультимейтом драться, пробивает слабенькая хвоста, других героев вообще трогать смысла нету и, наверное, чудо, что Альянс никого не потеряли. Ну, правда, вас трое живы, у вас два тиммейта в таверне, почему вы хотите драться? Необъяснимо. На самом деле, пока мы видели всего, по-моему, одну драку с Виллу Виспом и вот если как-то пытаться все-таки Альянс не терять котла до его ультимейта, то, может быть, все будет хорошо. Ласта поцепили. Поймали ласта, связка есть, Денди, причем друг от друга дойти далеко не могут, подцепили, внесли довольно много рун, убивает Андерлорда Чесси. Там чуть-чуть не долетел слаб до дерева, потому что, если бы к дереву его прибило, то все-таки он вряд ли добили бы здесь Андерлорда. Я уже начинаю осознавать, что даже на руку Альянсом, что они играют без ИСФО. ИСФО на таких героях, насколько мне память, вот, позволяет судить, не играл и никогда не поддерживал вот таких каких-то ход-свапов. С другой стороны, лодову, но Огрик оттает ему вообще за милую душу. Причем, свой пай появляется у Альянс, хвост собрал на команду, теперь еще и у Альянс появляется защита от магии, которую вы забили у Нави. Вот, как будто, не знаешь, постепенно друг за другом примерно повторяют эти действия, хотя, видимо, еще один пайп будет у Нави, потому что появляется худо ласта. Или пока это исключительно работа на самого себя. Вчачки спрашивают, почему они всерьез комментируют этот трафлатурик. Потому что такая катка раз в жизни может быть выдастся и хочется, ну, хочется посмотреть ее вот нормально как-то. Можно, конечно, сейчас начать непотребственно не против, если кто-то подскажет, что вот конкретно для вас является несерьезным комментированием и что вы хотите вот услышать примерно от такого события. Собрались деды на экране, они устраивают махач, да. Причем, вот, пожалуйста, очередная попытка продемонстрировать свои способности с ареной, с айс-бластом, правда, под гипношаром драка это, но, судя по всему, его разбить пока что не выходит. И тут элиминейтом задувает так и убивает Дэнди. Есть связка гримстрока с последующим сайленцем и опять тик, вилла виспа в итоге пупея тоже закрывает сайленцем адмирал бульдог, вешается на него весел, умирает тускар, конечно же убивает опорейшна, ну и следом забирает ласта на андроорде, минус 4 итальянс, ты один вышка по курсу, битая ее туда же. ты посмотри, не нужно, а при этом команда его не слушает, сделает все совсем наоборот. Ну смотри, сейчас послушали, получилось и возможно в дальнейшем. Не, пожалуй, просто совпадение, потому что катала колдауна не было, он просто пошел с командой, он поддержал эту инициативу, и все получилось так, как получилось. Забавно, кстати, получается, смотри, мы видим, что топ-2 нетворса это игроки команды Реддент, ладно, 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 я понял, все, все, хорошо, заткнулся. В смысле? Ну, просто на этих же словах, на этих же словах Сларк вырвался на первое и второе место. Так, ну что, ну, преимущество у Альянса не очень большое, на самом деле. 2000, хотя против играешь все-таки преимущество не в деньгах, преимущество в Нейчерс Профи, те, который будет ломать базу, пока Сларк будет устраивать какое-то шоу. То есть, может, в этом задумка, потому что, посмотри, Сайленс есть, появляется атак спид, появляется урон, появляется возможность убивать героя в соло, при этом делает Бульдог Хекс. Ну, я говорил, что в теории может выйти в урон Хурион. Он может выйти в урон по лицам, он может выйти в урон по строениям, и то, и то, в принципе, Бульдог умеет, знает, как делать, и может. Если очень сильно хочет выиграть, то просто делает Хекс, делает Кераса, собирает Блаторн, вешает нулифайр. Любого героя может убить в соло. Это прям, ну, будет, не знаю, насколько это весело будет. Это явно будет разрыв шаблона, и не совсем понравится тем, кто находится в чате и вообще смотрит эту игру. Но, опять же, это выбор Альянс. В этом, на самом деле, тоже есть какой-то кайф, потому что это вот искусство сплитбуша. Не, нормально, можно пройти. Дэнди выбирает себе путь через БКБ. В принципе, суперочевидное решение, потому что драться под Виллу Виспом не хочется. Тут любопытно, правда, как будет позиционировать себя в драке герой с БКБ, потому что, с одной стороны, ты можешь просто сражаться, с другой стороны, ты можешь разбить Виллу Висп, чтобы твои тиммейты тоже могли сражаться. Но тратить, опять же, драгоценные секунды Блэкинг Бара на Виллу Висп каждый раз совсем не хочется. То есть, тут такая вот дилемма, которую непонятно как надо решать. Только вот у меня один вопрос. Ты говоришь про Блэкинг Бар на Сварке, но при этом говоришь... Я говорю на Дэнди. Блэкинг Бар на Дэнди. Ну все, я просто не до конца допонял, потому что у меня сразу немного спутались. Так. Там БФ себе взял код. Сварка. Под дабл дамажем как неприятно может получиться. Откидывают, кстати, очень вовремя. Дэнди откинул. И это дало немножечко пожить. С Виллу Висп ставится и как много урона в этот Виллу Висп влетает. Чеси в итоге подключает Блэкинг Бар начинает наваливать уже минус один, минус два. Закинули еще под очередной тик Виллу Виспа. Здесь Ласта и Ласт тоже в таверну. В итоге Байбэк на развороте попытаются каким-то образом посражаться. Купей уже здесь готов что-то сделать, но готовы и с ним тоже справляться. Дабл килл для Чеси. Хвост остается. Здесь Батл Фури хочет бить людей, но бьют только его. Пока что Чеси очень хочет добить этого и того. И Артстайл, и ГГ. И кажется, Na'Vi на этом заканчивают свое шествие по этому турниру. Как-то... Нет, Na'Vi просто реально веселились, а вот противник их играл серьезно. То есть этим все объясняется. Ну, просто посмотри на героев. Это реально фан. Это вот расчет на то, что постоянно сражения происходить будут. То есть какая-то постоянно идет взаимовыручка, использование способностей, которые могут помогать, которые могут прикрывать. Альянс же собирает жирных персонажей, какие-то тайминговые артефакты, которые нужны, чтобы заткнуть героя противника и на этом все. То есть, ну, правда, это вот немного странно. Я что-то Трубкова ожидал. Там ГГ прописывают, еще раз, или что там? Драки по-прежнему происходят. Ну, там был вопрос, типа, Ри Ли Ли, это ГГ. Эншент не умер, пожалуйста, Ну, вот даже организаторы заставляют Na'Vi просто выйти с игры. Последовали этому, конечно же, приказу Na'Vi и начинают покидать сервер. Ну, что ж, пресс-ф фур-Нави, потому что это немного не то, чего ожидал от второй карты.